МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Елизавета Хмелёва. 65 инвестиционных проектов реализовано в 2013-м. Еще 95 в работе. Министр экономического развития рассказал об инвестициях за первый квартал 2013-го года. Сбежал из Америки, попался на воровстве в Россию. Неожиданное продолжение получила история с чувашским сиротой. Лучший город России. Есть ли у Чебоксар шанс победить в интернет-голосовании? Первый квартал 2013-го года – главная тема еженедельного совещания министров. Всего в этом году на проекты разного направления привлечено 8 миллиардов рублей. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков рассказал о том, куда направлены средства. На строительство жилых помещений было потрачено 44% средств. На приобретение машины, оборудование – 27%. Остальные направлены на строительство и реконструкцию нежилых помещений. По данным министерства, чуть больше половины инвестиций – 51%. Привлеченные деньги. Остальное – собственные средства. С начала года реализовано 65 инвестиционных проектов. Их общая стоимость – более 5 миллиардов рублей. В реестр поступили сведения по новым проектам. Их 93 на сумму почти 7 миллиардов рублей. В результате, в настоящее время, на стадии реализации, по результатам мониторинга Минэкономразвития, находится у нас в Чувашской республике 370 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, которые должны быть вложены в эти проекты, порядка 174 миллиардов рублей. Премьер-министр Иван Маторин просил министерства муниципалитета, которые отвечают за инвестиционные проекты, внимательно относиться к их реализации. Не забывать, что многие являются важными для городов и районов республики. Например, в Новочебоксарске во втором полугодии планируется модернизация производства на химпроме, общей стоимостью около 2,5 миллиардов рублей. Плотнее надо встречаться и с руководством завода, и обращение к собственникам, потому что для Новочебоксарска это важнейший, наверное, проект в ближайшие годы. И от его реализации вообще благополучие города зависит. Здесь нужно более серьезно подойти. Руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской республики Иван Никитин рассказал о создании органов муниципального жилищного контроля на территории республики. В настоящее время, согласно информации, представленной администрациями муниципальных районов и городов Чувашской республики, такие органы не созданы в Ибресенском и Цивильском районах, Валатаре и Шумерле. Администрации Козловского, Красноармейского, Красночитайского, Маргаушского и Чебоксарского районов задержали предоставление информации о проводимой работе в Госжилинспекцию Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашия находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. В составе делегации Приволжского федерального округа Михаил Игнатьев знакомится с условиями партнерских отношений с представителями бизнес-кругов Китая. В ходе визита в Пекине пройдут встречи с представителями исполнительных органов власти Китайской Народной Республики. В планах проведение круглого стола, посвященного развитию межрегионального сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и провинции бассейна реки Яньцзы. Приволжский федеральный округ и в частности Чувашию интересуют бизнес-идеи в области авиастроения, машиностроения, нефтехимии, нефтепереработки, сельского хозяйства. Май – месяц, когда на селе важен каждый день. Посевная в самом разгаре. Сегодня министр сельского хозяйства Сергей Павлов рассказал о том, какими темпами в Чувашии идет сев. Посевная продолжается. 74% яровых, зерновых, зерновых культур посевного. Общая сложность 153 тысячи гектаров. Хочу сказать, что если к уровню прошлого года сравнить, то в прошлом году было 111 тысяч гектаров. Если взять по Приволжску федерального округа, то на 10 мая мы занимаем 5 место. Продолжается посадка картофеля. Больше 3000 гектаров посажено. Это на уровне прошлого года. Ну, где-то 20%. Также идет сев и других культур, рапса. В этом году увеличиваем площади под рапсом, под горчицей. Больше посеяли однолетних трав. Если по районам взять, то все-таки задержка вот те районы, которые мы раньше называли. Это Шумилинский, Чебоксарский, Аллатрские районы. Какие-то районы закончили? Три района у нас закончили сев яровых, зерновых культур. Это Яльчики, Комсомольский и Шамушинский районы. Полностью 100% выполнен план сева. Работу продолжаем. На этой неделе завершим. 15-го числа у нас задача была основной сев яровых, зерновых завершить. В мае свой день рождения отмечает Общероссийский народный фронт. Два года он был на передовой. Обратить внимание власти, постараться решить проблемы, которые больше всего волнуют жителей России. Для таких целей по инициативе Владимира Путина в мае 2011-го создали коалицию общественных организаций. Так называемый Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт – это платформа всех взглядов конвенции для дальнейшего развития России. Короткое предложение. Обратите внимание, какая емкая платформа. Для чего? Для того, чтобы народ мог договариваться с властью. Это платформа для обсуждения. Спустя два года представители фронта могут назвать конкретные примеры, как инициативы из народа воплотились в жизнь. Вопрос человек поднял, я не помню, директор школы, не буду уточнить регион. Коротко, Владимир Владимирович, когда у нас вопрос будет со школьной формой? Владимир Владимирович спрашивает. Всех в этот вопрос, главное, мы говорим, да. Проголосовали. Уже через два-три дня вышел в титрах телевизора, я смотрю, Минобразование, разработал положение на ширине школьной формы. Впрочем, в Чувашии формирование самого фронта еще впереди. Сейчас создаются оргкомитеты. Их представители в июне соберутся на общероссийский съезд в Москве. После этого станет понятна структура фронта, кто сможет в него войти и как он будет функционировать. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Миновал еще один день победы. По всей республике прошли праздничные мероприятия. В столице Чувашии прошли церемония возложения цветов к братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях города. Акция «Свеча памяти» в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. Торжественный парад и другие очень важные для нашей истории и нашей памяти события. Мероприятия, посвященные 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, собрали в Чебоксарах 20 тысяч участников. 9 мая без преувеличения. Самый светлый и солнечный праздник в году. На Красной площади города повсюду царила атмосфера мая 45-го. Праздничный парад победы. Традиционное и самое главное мероприятие. На марше знаменная группа офицеров Министерства. Полковник Антонов, ассистенты подполковники Ердыков и Балакирев. Танцевальная площадка с духовым оркестром, концертная программа. Праздник отмечал каждый. Развернута была и полевая кухня. По соседству инсталляция привала военных лет. Завершился День Победы праздничным салютом. В течение всего дня общественный порядок охраняли полторы тысячи стражей порядка. Серьезных нарушений за время проведения торжественных мероприятий допущено не было. Вот такое мероприятие, как свеча памяти, проходило у нас очередной год. Здесь нужно отметить, что, во-первых, отдельного призыва о проведении данного мероприятия не было. Информация разместилась в интернете, на сайте. И, следовательно, народ сам, если в прошлом году было тысячи человек, в этом году принял участие около трех тысяч человек. Это молодежь. Георгиевская ленточка. Распространено более 12 тысяч лент. Был организован футбольный турнир в честь Дня Победы. Приняли участие все школы. 8 мая торжественного изложения в школу Братской могиле воинов Великой Отечественной войны. На параде Победы присутствовало более 20 тысяч граждан. Была организована полевая кухня. В 20-30 День Победы было организовано красочное представление и салют Победы, в котором приняло участие более 17 тысяч человек. Действительно, все было четко организовано. Все мероприятия прошли по плану. Жители города, гости столицы остались довольны. Мелкие замечания есть, но их учтем в дальнейших мероприятиях. К другим новостям. С 14 мая на 5 дней чебоксарцы останутся без горячего водоснабжения. Это плановое мероприятие коммунальных технологий. Жителям столицы придется пережить дополнительные хлопоты. Горячую воду в России ближе к лету отключают каждый год. Но привыкнуть к этому все же сложно. С 14 мая горячую воду отключат во всех районах города. Подавать ее начнут с 16 по 18 мая. Отключение связано с проведением гидравлических испытаний магистральных и квартальных трубопроводов тепловых сетей по контурам ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и двухкотельных. В администрации Чебоксар сообщили, что в ходе подготовки к следующему отопительному сезону планируется капитально отремонтировать более 9 километров тепловых сетей, 17 котлов, 20 секций подогревателей, 10 насосов и 25 технических сооружений. В целом в городе к осенне-зимнему сезону предполагается подготовить более 300 километров тепловых сетей. Поэтому летом чебоксарцам еще на две недели придется остаться без горячей воды. В каждом районе города воду будут отключать в разное время, сообщают РИА Новости. Татьяна Трофимова, Республика. Сбежал из Америки, попался на воровстве в России. История с чувашским сиротой Александром Обносовым получила неожиданное продолжение. Информационное агентство Регнум сообщает, что недавно на юношу было заведено уголовное дело. В марте этого года он вместе со своим другом попытался украсть из магазина три банки кофе. Подростков задержали охранники. В суде их признали виновными сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Юноши с двойным гражданством, который раньше не попадал в поле зрения российской полиции, скоро придется отработать в пользу государства. 200 часов обязательных работ. Такое наказание в суде получил чувашский сирота Александр Обносов. Его подельнику повезло меньше. Шесть месяцев лишения свободы с испытательным сроком один год. Приговор в конце апреля вступил в законную силу. Мама Саша умерла, а отца лишили родительских прав. История об американском беглеце вызвала общественный резонанс. Вернувшись на родину, он заявил, что заокеанские родители его постоянно ругали и даже поднимали руку. Но супруги Салоти это опровергали. Приемная мать Саши в интервью журналистам рассказала, что у мальчика и в Штатах появились проблемы с законом. А то, что наркотики принимал, продавал наркотики, воровал, правильно сказали, я воровал, чтобы выжить на улице. Салоти также утверждали, что подростку в Америке полицейские часто выписывали штрафы за непристойное поведение. Сам Александр в интервью называл себя жертвой. Якобы ему приходилось скитаться по улицам и самому зарабатывать на обратный билет. О том, что за океаном сироте живется так плохо, в России не знал никто. Об этом он не рассказывал даже родной бабушке. В органы опеки приемные родители тоже присылали идеальные характеристики. В течение первых трех лет в установленном порядке шла информация о том, как они адаптируются. Первый отчет, как и в наших даже семьях, шел процесс адаптации, притирки, выяснение допустимых норм поведения, проверка может быть даже родителей. Это и у нас такое бывает, что 13-летний подросток выясняет, насколько он может что-то позволить в поведении, в отношениях с усыновителями. Вернувшись на родину, юноша отказался менять свою заокеанскую фамилию. Теперь у него на руках два паспорта. Джошуа Салоти в Америке, Александр Обносов в Россию. Еще зимой подросток планировал закончить школу и получить русский аттестат. Помочь ему были готовы в Минобразовании республики. Саши подыскали репетиторов, но уже две недели он не выходит с ними на связь. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Самарской области впервые будет проводиться молодежный форум Приволжского федерального округа ИВЛГ-2013. С 18 по 28 июня на площадке фестивального парка ожидается более 2000 гостей. Они смогут принять участие в образовательных курсах, пообщаться с интересными людьми и защитить на конкурсе свои проекты по основным направлениям. Инновации и техническое творчество, ты предприниматель, арт-квадрат, информационный поток, строительство и ЖКХ, технология добра, фитнес-смена «Беги за мной» и политика. Чуваша тоже готовит свою делегацию. У нас квоты на Чувашскую республику 90 человек, но есть одна особенность. Просто так человек туда попасть не сможет. Туда попадут только те молодые люди, у кого есть разработанные проекты. Не важно, на стадии разработки или на стадии реализации уже проекта. Самое главное, должна быть некая идея, с которой они поедут. И там будут конвейеры молодежных проектов, где они будут участвовать уже в конкурсе, в грантовом конкурсе. И у любого проекта есть возможность получить финансирование или софинансирование на реализацию своих проектов. Таким образом, у нас будет 90 человек уже с готовыми проектами. Но для того, чтобы наша делегация была более сильно представлена от Чувашской республики, в мае-июне мы устроим школу проектных деятельностей. То есть мы будем с нашим экспертным советом дорабатывать эти проекты, изучать, дорабатывать. И может быть, некоторые мы уже начнем реализовывать. А финальная проверка этих проектов будет уже на форуме Молгор. То есть это некий фильтр будет уже для этих проектов. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 136 заявок от Чуваши. Напомним, что заявки принимаются до 15 мая на официальном сайте www.evolgoforum.ru Все же где в России жить хорошо? Ответить на этот вопрос должен интернет-рейтинг «Город России. Национальный выбор». На данный момент бесспорным лидером являются чебоксары. На данный момент более 67 тысяч человек проголосовали за чебоксары, как за самый привлекательный и узнаваемый город России. Однако на пятки нашему городу наступает Красноярск. У него пока примерно на 17 тысяч голосов меньше. Третью позицию удерживает Майкоп, четвертую – Владивосток. Замыкает лидирующую пятерку «Смоленск», который, кстати, победил в прошлогоднем рейтинге «Город России». Повлиять на результаты может каждый интернет-пользователь. На сайте городроссии.рф можно не только проголосовать за любимый город, но и поближе познакомиться с другими городами-участниками, почитать об их истории и посмотреть фотографии достопримечательностей. Итоги голосования подведут 30 декабря 2013 года. Поединки виртуальные, а страсти реальные. В Шумерли прошел открытый турнир по компьютерным играм. Больше 150 геймеров съехались из разных городов по Волжье, чтобы помериться силами в киберспорте. Они отлично владеют стрелковым оружием, без труда ориентируются в темных коридорах, справляются со взрывчаткой и световыми гранатами. Правда, виртуально. «Контерстрайк» – игра, которая уже давно владела умами молодежи. Эта игра уже стала классикой, на самом деле. Без нее даже не представляю, как играть можно. Я уже организую турнир второй или третий раз. Поклонников «Контры», так ее еще называют, как оказалось, огромное количество. На два дня в Шумерлю съехались команды из разных городов по Волжье. В списке участников – геймеры из Ульяновска, Димитровграда, Самары, Санкт-Петербурга. Федор Смоленцев приехал с друзьями из Мариэл. Раньше занимался киберспортом профессионально. Сейчас много времени отбирает работа, но отказаться от поездки в Чувашию не смог. «Приехали мы сюда двумя командами здесь «Крылы» поиграть, посмотреть на Шумерлю, что это за город такой. Я знал, что он в Чувашии, мне очень стало интересно. По Волжье мы очень много куда съездили, и вот это место, я думаю, нам запомнится надолго». Уверена, виртуальный автомат держат в руках и девушки. В игре Людмилу Кустякову уж точно побоятся назвать слабым полом. Ходы и пробежки отрабатывались годами. Она играет с 2005 года. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Входит в состав женской команды. «В Питере, в принципе, тоже турниры проходят. В основном все... там девчонок нет. Собственно, ну, как бы тоже одна женская команда среди пацанов. Сейчас еще в танки научили меня играть. Сейчас еще в танки буду играть». Кибертурнир проходит в Шумерле уже в шестой раз. Но так широко шагнул за пределы Чувашии впервые. Идея проводить виртуальные поединки принадлежит местным геймерам. Их поддержал городской интернет-провайдер. В этот раз киберспортсмены соревновались в трех дисциплинах. Контер-страйк, футбол и стратегия Дота. Кстати, виртуальная победа приносит реальные дивиденды. Кроме дипломов, чемпионы получили денежные призы. Теперь организаторы дальше поднимают планку. На следующий турнир ждут киберспортсменов международного уровня. Сегодня в эфире национального телевидения очередной выпуск программы «Качество». В этот раз авторы проекта устроили испытания кондитерским изделиям. Красители вместо натуральных начинок. Подсластители вместо сахара. Как контрафакт выдается за качественный продукт. На что готовы пойти производители ради денег. К чему приводит жадность. Известны случаи, когда в конфетах с ореховыми начинками специалисты находили живых червяков. В тортах, выпеченных на московском заводе, эксперты обнаружили частички яичной скорлупы и плесень. Авторы программы попытались выяснить, какими должны быть качественные сладости. Подробнее об этом пойдет речь сразу после выпуска новостей. И еще одна информация. 15 мая с 3 до 5 дня в приемной президента России в Чувашии будет проведена прямая телефонная линия с представителями управления Росреестра. По телефону 39 36 81 можно задавать вопросы о работе комиссии по пересмотру кадастровой стоимости объектов недвижимости. Представители управления расскажут, как можно пересмотреть кадастровую стоимость, как работает специальная комиссия, а также какие документы необходимо предоставить, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова